В эфире телеканал Лобинформационная программа в студии Наталья Литвиенко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Система военных комиссариатов отметила столетие. В городском Доме культуры состоялось торжествов в честь юбилея. В Лобинском районе объявлена благотворительная акция по сбору средств на строительство воскресной школы. Николай Гречаны 15 лет руководит Лобинским аграрным техникумом. Его вклад в подготовку специалистов отмечен главой района. На этой неделе отметили столетие системы военных комиссариатов Российской Федерации. Этому событию посвятили торжественное мероприятие, где всех сотрудников и ветеранов военкомата поздравили главы Лобинского и Мостовского районов. От результатов работы этого ведомства напрямую зависит обороноспособность государства, а значит и безопасность граждан. Система военных комиссариатов отметила в 2018 году 100-летний юбилей. Руководство, коллектив и ветераны военкомата по городу Лобинску, Лобинскому и Мостовскому районам собрались на торжестве в Большом зале городского Дома культуры. У системы местных органов военного управления богатая история. Военный комиссариат прошел сложный путь становления и развития. Великая Отечественная война, Афганистан, ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, чеченские военные конфликты – это далеко не полный список крупных исторических событий, потребовавших усиленной ответственной работы системы военного управления, направленной на отстаивание государственных интересов. Личному составу военных комиссариатов приходилось прилагать массу сил и все свои старания, чтобы обеспечить войска новым пополнением. Сегодня на учете состоят 351 гражданин Лобинского района, принимавший участие в боевых действиях, и 265 граждан, проживающих в Мостовском районе. Поздравил с юбилейной датой и поблагодарил за многолетнюю службу сотрудников и ветеранов ведомства глава Лобинского района Игорь Чигаев. Вы делаете большую работу по воспитанию нашей молодежи, по отбору сильных, крепких ребят духом и телом, для того, чтобы они пополняли нашу замечательную, крепкую, лучшую армию в мире и были готовы выполнить любой приказ нашего верховного главнокомандующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Дорогие друзья, я хочу вас искренне поздравить с вашим профессиональным праздником, заверить в вас о том, что мы всегда рядом, мы всегда готовы ни словами, ни делами вам помогать, способствовать для того, чтобы у вас были хорошие, комфортные условия для работы, чтобы ваши близкие и родные наслаждались жизнью и временем провождения в нашем городе и районе. Я хочу вам пожелать здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и всегда хорошего настроения, несмотря ни на какие нюансы. Успехов вам и всем вашим близким и родным. Игорь Чигаев вручил сотрудникам военкомата почетные грамоты главы муниципального образования Лобинский район. Военный комиссариат обслуживает не только Лобинский, но и соседний Мостовский район. Поздравить сотрудников с юбилеем приехал глава Сергей Лосунов. Огромное вам спасибо за ваш труд. Мы поздравляем вас. Особенно хочу пожелать счастья, здоровья, благополучия ветеранам, тем, кто уже сегодня покинул службу. Хочу пожелать всем действующим сотрудникам военных комиссариатов, независимо, носят ли они погоны сегодня или являются гражданскими лицами, конечно же, успехов в деле, счастья личного, здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким. Сергей Лосунов вручил на праздники грамоты главы администрации Мостовского района. Также сотрудники и ветераны ведомства получили почетные грамоты главы Лобинска, юбилейные медали и знаки «100 лет военным комиссариатам». Лобинский аграрный техникум занимает одно из ведущих мест в образовательной системе Краснодарского края. Последние 15 лет руководит СУЗом Николая Гречаны. С юбилейной даты директора техникума поздравил глава района Игорь Чигаев. Ежегодно из Лобинского аграрного техникума выпускаются сотни специалистов сельскохозяйственной отрасли, компьютерных систем и комплексов. Активно развиваться учреждение стало с 2003 года. 15 лет назад, 9 апреля, техникум возглавил Николая Гречаны. Сегодня это современное заведение, отвечающее всем стандартам. В техникуме созданы условия для организации образовательного процесса. Глава района посетил аграрный техникум и поблагодарил руководителя за то, что он прилагает максимум усилий, чтобы учреждение стабильно развивалось. Мне нравилась всегда у вас принципиальная позиция по многим вопросам. Вы не старались построить ситуацию, вы всегда старались построить ситуацию под реалии. Вы говорите, глядя в глаза, всегда то, что думаете. Вы иногда даже обостряете ситуацию. Но всегда это делать исходя из достижения поставленных целей, из результата, из того понимания, которое у вас есть, как будет лучше для дела. Это очень важно. Мне кажется, все вот эти жизненные ваши принципы дают вам возможность все 15 лет быть на старее, быть эффективным руководителем, быть мудрым руководителем, которые уважают студенты, которые уважают коллеги и к которому относятся с уважением и с большой благодарностью руководству. Я хочу вас поблагодарить от лица всего актива района администрации, от лица всего района, за то, что вы занимаетесь самым ценным, дорогим, нашими детьми. Игорь Чигаев вручил директору техникума приветственный адрес и почетную грамоту за большой клад, подготовку профессиональных кадров, а также инновационный подход к организации образовательного процесса. Для меня всегда основной целью была качественная подготовка студента, чтобы человек пришел к производству, он уже был готов к работе. Вот на эту цель были направлены 15 лет работы, создать базу технику, чтобы студент отсюда вышел к подготовленному производству. Это было самое главное. Руководителя Лобинского аграрного техникума с 15-летием со дня вступления в должность поздравили преподаватели и студенты. Бурными аплодисментами встречали своего руководителя, педагогический коллектив и студенты техникума. В должности директора Николай Гречаны работает уже 15 лет. За этот небольшой промежуток времени образовательное учреждение стало одним из лучших края среди средних специальных заведений. И это во многом заслуга руководителя техникума. За время руководства Гречанова Николая Александровича техникум стал стабильно развивающимся образовательным учреждением, оснащенным техническими средствами, оборудованием, современной техникой. До 2003 года техникум готовил специалистов по четырем специальностям – механизация, сельского хозяйства, зоотехния, агрономия и экономика и бухучет. А с 2007 года в учреждении начали готовить специалиста в области ветеринарии. Уже через год добавилось отделение техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Затем появилась прикладная информатика, а также компьютерные системы и комплексы. Сегодня техникум ведет подготовку по семи специальностям и четырем профессиям. Многие лобинские школьники продолжают образование в лобинском техникуме. Нет такой семьи в лобинском районе, чтобы среди этой семьи не было родственников, которые бы не учились бы здесь. У меня очень много близких родственников, которые заканчивали лобинский агронный техникум. Я очень многие знаю выпускников этого техникума. И никогда, сколько о себе помню, никогда не слышал ни одного плохого слова, каких-то негативных отзывов о преподавателях, о руководстве техникума. И вообще ничего такого негативного не припомню в своей жизни. И я Николай Александровича знаю давно, когда он только здесь начал работать, 15 лет назад. Я тогда работал директором школы. И хочу сказать, что ему удалось, на мой взгляд, сохранить все те хорошие традиции, которые были лобинским агронным техникумом. И, конечно, значительно их улучшить и преобразовать. Лобинский техникум сотрудничает со всеми молодежными организациями. Студенты постоянно участвуют в творческих конкурсах, городских мероприятиях. Поддержать в этот день коллектив и студент оплат пришел руководитель молодежного центра «Портал». Уважаемые студенты, пользуйтесь этой уникальной возможностью. Для вас созданы все благоприятные условия для полноценного, квалифицированного получения образования. И выходя с этих стен, чтобы вы были полноценными специалистами и профессионалами своего дела. Ну и, безусловно, любите, уважайте и цените вашего директора. Он очень порядочный, очень добрый и никогда никого не бросит в трудную минуту. Поэтому цените, Николай Александрович. Ну а вам двигаться только вперед. В этот день много говорили об истории учебного учреждения. Она действительно полна разнообразных событий. О самых ярких рассказали ветераны. Большое вам спасибо за то, что вы здесь существуете, за то, что коллектив растет. Сам техникум становится более значимым. Николай Александрович признался, что техникум для него стал вторым домом. И он прилагает все усилия, чтобы в учреждении было комфортно работать всему коллективу, а студенты получали достойное образование. Это все как бы делалось для чего. Вот эти все 15 лет я, как бывший производственник, понимал, что для того, чтобы в производстве хорошо шли дела, нужны кадры. И самым главным, это для меня было важно, приблизить материальную базу технику, по материальной базе производства. Это, наверное, все-таки промежуточный этап. Работы еще очень много, потому что к нам вернулась земля, 950 гектар, 940. Ей надо дать такой вектор развития, чтобы действительно это было на самом высочайшем уровне, и ребята там работали. Это закрытый грунт. Мы хотим все-таки заниматься серьезно закрытым грунтом, вести подготовку. Сейчас вот именно важное дело для сегодняшнего момента – это строительство автодрома за внебюджетные средства. Мы тоже этому огромное внимание уделяем. Ну и, наверное, все-таки я по специальности плодовод, мне все-таки хочется посадить орошаемый сад на территорию учебного хозяйства. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАВА». Уже к следующему учебному году планируется открыть новую воскресную школу. Здание готово наполовину. Сейчас ведется отделка помещений. Но средств для завершения всех работ недостаточно. Благочинный Лавинского церковного округа лично провел небольшую экскурсию по строительному объекту. Здесь могут получать духовное воспитание 120 детей. В новом здании предусмотрены 4 классных комнаты. Отделка части помещений практически на финише, но те, кто знакомы со строительством, понимают, что впереди еще много работы. Еще не завершена штукатурка, а далее косметическая отделка. Все это требует серьезных затрат. Воскресная школа строится довольно долго. По мере поступления средств, прежде всего, силы были брошены на восстановление соборного храма, затем на строительство храма Александра Невского. Мы завершили Юспенский собор и Александр Невский, территорию благородили. Мы уже более активно приступили к завершению строительства воскресной школы. Так как уже, слава Богу, в Лавинске храмов есть, а нужно теперь храмы строить, как говорится, храмы духовно-нравственного воспитания. Эта беседа записывается в зале, где будет храм Крестильня. Панорамные окна гармонируют с соборным храмом, а фасад тоже будет в едином цветовом решении. В здании предусмотрены административные помещения и большая столовая трапезная, которая может вместить 60 человек. Болгачинный говорит, что многие неимущие после службы остаются отобедать сегодня в старом здании. Новое даст новые возможности. Для скорейшего завершения работ нужны деньги. Мецената, как таких крупных, нет. Кто-то плитку даст, кто-то ламинат даст, кто-то краску, наш химик пожертвовал нам краску. Таких крупных, в основном, за то, что приобретают бабушки-свечечки в храме, потом часть налоги оплачиваем и часть вкладываем. У нас сейчас долг большой, не буду ее озвучивать, но есть потребность в финансах. Кстати, некоторые рабочие здесь трудятся бесплатно в рамках благотворительности. Часть стройматериалов предоставлена в долг. В храме рады любой спонсорской помощи. Куда мы не обращаемся, все ссылаются на современные экономические тяжкие положения. Поэтому, ну, всякое да и благо, да и мы за все благодарны. Остаются считанные месяцы до учебного года, но переезд из старого здания ожидается чуть раньше. Рассчитываем уже к лету. Он уже, владыка совершил, был у нас 24 марта, совершил малое освещение, но сказал, что уже мы воскресную школу на первом этаже будем запускать. Вот сейчас вот уже потеплело. Мы приводим детей из вот этого ветхого здания, старого, сюда. Уже будут дети заниматься здесь. Лето иду, думаю, к сентябрю мы уже полностью сможем к началу учебного нового года уже запустить это здание. В Лобинском районе принято решение об объявлении благотворительной акции по сбору средств на строительство воскресной школы при соборном храме. Опубликовано обращение ко всем жителям Лобинского района с просьбой подключиться к этому богоугодному делу и внести посильный вклад в создание очага духовного просвещения. 17 апреля объявлен нерабочим днем в Краснодарском крае. Вениамин Кондратьев подписал соответствующее постановление, в котором говорится, что в связи со сложившейся в Краснодарском крае традицией опоминовения и обращения митрополита Екатеринодарского и Кубанского и Сидора этот день официально объявлен нерабочим. Радоница – это первое опоминовение усопших после праздника Пасхи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Это все новости, а сразу после рекламы Ирина Белькова познакомит с прогнозом погоды. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok